И Анечке кухню помогала таскать, чтобы как-то денежку сэкономить. Ну, 1200 сэкономили. Сами потихонечку подняли. Показываю вам окна. Здесь вот столько работы предстоит. Теперь намного шире стал подоконник. Вот, видите, на какое расстояние. Очень понравилась мне фурнитура. Вот, профиль КБЕ. Вот, скорее всего, будем делать здесь деревянную столешницу. И посмотрите, рабочее место готово. Да, в принципе, можно здесь и даже стол сделать. Правда, низко будет. Но, как дополнительную площадь, вполне себе хорошо. А здесь вот был, ну, типа холодильник. Столько мусора отсюда вытащили. Какой-то здесь порожек был, в котором было всякое. Трепьё, мусор. В общем, всё. Привезла Анечка духовку. Купила электролюкс. Электрическую. И вот ещё здесь поставили вот такое окошко. Аня, оно глухое или открывается? Ну, как с одной стороны открывается. А, ну, всё-таки открывается, да? То есть, можно проветривать. Вообще, хорошая штука. Многие это всё заделывают. Но я против этого. Во-первых, это дополнительное освещение в ванной. И это, ну, как-то смотрится, как комната. У меня в доме два таких окошка. И даже если закрыть одно, то смотрится совершенно по-другому. То есть, с окнами ванна ощущается, как комната. Вот недаром же говорят, ванная комната. Вот, Анечка здесь рисовала уже, где какие розетки. Купила 50 метров кабеля, менять проводку. Приедет папа Анин и будут здесь всё это дело штробить и менять. Так, что ещё? Повыносила она весь мусор, остались рамы. А я вот стою, на них смотрю, может быть, их забрать и сделать мне теплицу из них. Вот. Прям даже не знаю. Мы выбрасывали дверь входную, старую. Ещё надо 4 штук скоро. Да, так у нас эту дверь, она жалко, прям перед помойкой. Помойка здесь далеко. С одной стороны дорогу переходить в федеральную опасно, а вторая далековато. Ну вот, почти дошли до помойки, и дедушка у нас эту дверь перехватил. То есть, даже вот такие старые двери кому-то нужны. Народ, так скажем, небогатый. Вот. Ну а я вот смотрю на эти рамы и думаю, может из них парник сделать. У меня там есть старые рамы. Не, наверное, не буду забирать. Старые есть у меня. Наверное, надо вытаскивать их. В общем, всё сделали, кроме балконного блока. Ну как всё, два окна и маленькое окошко в ванную. А вот это всё буду делать на следующей неделе. И балкон, и вот эту дверь. Ну и, конечно, ставить доборы на входной двери. Вот. Ой, какая же рябина там красная красивая. Уже нету листьев. Она такая прям огоньком горит. Хотим сходить сейчас в фикс прайс. Не знаю, есть ли там эти коробки под вино. Я ещё хочу сделать два светильника. Скажу вам. А, лампу. Друзья, купили мы на Озоне вот такую приблуду. Я потом вам как-нибудь вставлю в ролики, как это красиво смотрится вечером. Конечно, сейчас ещё не вечер, но вы посмотрите, какая красота. А если включаешь музыку, это получается цветомузыка. Стоит она 284 рубля. Здесь есть патрон специальный с выключателем. Кстати, выключатель на патроне там. И можно вкручивать просто в люстру, как лампу. То есть вот такая она шикарная. Просто вкручиваем. Конечно, патрон должен подходить. Здесь большой цоколь в патроне. Но можно вкрутить в лампу. И вот в зависимости, как её направить, сколько у неё размах освещения, всё от этого зависит, как она вам будет светить. Вот сейчас большой объём. И вот так вот она крутится и создаёт праздничное настроение. Скоро же Новый год. Ну всё, пойдём мы в фикс прайс. Я тоже пришла уже из магазина. Но о своих новостях расскажу немножечко позже. Чуть-чуть вас заинтригую. Ну а вот, друзья, показываю окна. Те, которые как бы пожгли. Я уже присматривалась со всех сторон. Подошла к одному окну. Подошла к другому окну. Вот прям увеличу сейчас. Ещё больше увеличу. Если получится. Не получается. Я вообще не нашла никаких абсолютно пятен. Вот эта квартира этой не совсем нормальной женщины. Да простит она меня. Вот я вам её показываю для видеопротокола. А то вдруг у неё что-нибудь случится через какое-то время. А она потом нам припишет. Вот посмотрите. Что здесь пожгли. Где здесь вообще пятна. Просто вам показываю. Вот посмотрите. Просто снизу доверху показываю вам. Анин балкон на третьем этаже. Вот с таким вот выносом. И вот это квартира этой женщины. Вот посмотрите. Что здесь и где пожгли. Я лично ничего не вижу. От слова совсем. Вот так. Ну всё. Пойдём, Анечка. Друзья. Купила плитку. Сто квадратных метров. Обычную серую. Сейчас будут разгружать. Вот. Вот такая большая машина. С таким подъёмником. Здесь, конечно, мешает вот эта труба. Провода. Но буду грузить в палисадник. Потому что хотела вот сюда её разгрузить. Но здесь мешается вот этот провод. чтобы не наделать беды. Чтобы не наделать беды. О, это я фанельку ещё купила. Пластиковую. Мне нужна как раз та, которая у нас. Одну штучку. Вот сейчас будут мне её разгружать. Интересно, как это всё будут делать. Аренда такой машины, услуги, 1500 рублей. 500 рублей, чтобы привезти. Ну, то есть, вот вся доставка получилась 2000. Я думаю, что для такого тяжёлого груза это очень даже хорошо. Покупала в магазине Дока, который на въезде. Там же купила, вон лежат 4 мешка витамита. Вот. Вот начинают грузить. Сейчас отойду. Ой, как интересно. Вот опускаются крючки. И сейчас буду цеплять. Получилось 1, 2, 3, 4 с половиной палета. Забрала опять последнюю. Хочу по максимуму закупить стройматериалы, потому что боюсь, что после Нового года всё подорожает. По 38 рублей одна плиточка. 30 на 30. В общем, 380 рублей квадратный метр получается там. Ну, почти квадратный метр. Короче, два вида плитки, но она похожа между собой. Ну, зону барбекю сделаю вот как раз 18 квадрата в одной плиткой, остальное и другое. Вот поехала моя плиточка. Ура! Ой, не знаю, друзья, что тут так радостно на душе передать вам не могу. что-то мне кажется, что там так страшно. Треснул палет. Ой, это же провода там, друзья. Так всё это опасно на самом деле. Вот эта услуга 1500 рублей. я думаю, я думаю, что это недорого. Вот выдвигается стрела и сейчас будут через вот эту газовую трубу опасная работа у ребят. Очень опасная. Но работают профессионалы. о, О, прям дыцел завёл. Вот отъезжает, чтобы остальные поставить рядышком. молодец. Класс. Всё. Всё, ура! Ура! Классно. Отцепить? Вот уже совсем стемнело. Хорошо, что прям под фонарём всё. Парни подсвечивает. Один палет сгрузили. Теперь в следующий палет. Итак, пять с половиной. 100 квадратных метров плитки. Сейчас покажу, где планирую её класть. Ну, во-первых, вот здесь, чтобы не ходить вот так, как сейчас мы ходим этим. Так что, друзья, не переживайте, я посыпала песочком эти металлические. короче, вот здесь будет плитка, вот здесь будет плитка, запоминайте, как сейчас здесь. А вот эти городушки буду все убирать над сараем. Конечно, здесь сделаем навес над дверью, а вот это вот всё поубирается, здесь тоже будет плитка. Ну, и зона барбекю. Вот здесь будет тоже всё под плиточкой. Отдала я 50 тысяч 26 рублей, но там ещё в этих, в этой сумме 1600 люстра, я вам сейчас покажу её отличнейшая. Четыре мешка витамита, это финишная шпаклёвка, они по 760 рублей в них. Две штанги в ванную комнату, буду делать сушилку. Так, ещё что-то, не помню ещё что. А, и клей ПВА, буду делать этот клей для плитки. Сейчас вот опять он занесёт, а я отцеплю, помогу ему немножко. и клей. КОНЕЦ Субтитры сделал DimaTorzok И последний полет. Уже совсем стемнело. Как он там бедненький видит эти провода? Я, честно говоря, в шоке. Мы сейчас с Аней рассуждаем и говорим, сколько бы это стоило в Москве на дачу куда-нибудь. Я вообще не представляю. Вызов манипулятора, это манипулятор называется, здесь стоит 1500 рублей. В Москве я даже не знаю, сколько это стоит. Вот. Так что, есть, конечно, разница в сервисе по цене провинциальный город и мегаполис. Итак, друзья, плитка за окном, душа спокойна. Сразу покажу вам, как выглядит эта лампа, которую я у Анечки там показывала. Как она выглядит, если ее расположить под другим градусом, ну, так скажем, под другим углом. Аня говорит, как в аквариуме. В общем, по-разному можно ее положить и будет разная у вас картинка. У меня, честно говоря, вот от такой дискотеки кружится голова. Вот такое получается на потолке. Но настроение, конечно же, повышается и как-то она успокаивает. Если немножечко ракурс изменить. Я вчера засыпала под эту светотерапию. В общем, друзья, рекомендую я вам этот шарик. Стоит 284 рубля на Озоне. Ну, а сейчас давайте покажу, что же я купила еще в Доке. Магазин Дока, там где плитку покупала. С витрины забрала вот такую замечательную люстру. Здесь меняется направление, то есть она, вот это все движется и по кругу, и вот так вот, видите, эти софиты можно, как хочешь сделать. Эту люстру буду, скорее всего, на кухне цеплять. 1650 рублей. Вот, последнюю забрала. Сегодня же Валберис получила, прям вот из одной серии получились. Я сначала в Валберис ходила, вот такую бра купила. Значит, здесь тумблер не нужен, выключатель. Он прям вот здесь. Здесь интересная лампа внутри. Я таких, честно говоря, не видела, вот встроенная. И тоже, эта бра, можно менять направление света, то есть вниз и можно вот так вот вверх. На мой взгляд, ну, очень удобно. Буду вешать на кухне, и посмотрите, как это, вот как будто это из одной серии. Я же говорю, я принесла вот эту бра, потом, когда поехала плитку заказывать, увидела эту люстру и просто ахнула. Как же они подходят друг к другу. Если бы еще вот здесь было золото вместо серебра, а там, может быть, я это покрашу, вот как здесь. Но вот золото просто вообще шикарное. Черное, черный плафон и золотое вот это обрамление, ну, просто шик. Так, теперь, что еще я в Валберис купила. Вот такой вот искусственный цветок. Очень красиво. Даже внутри отдельные камушки, ну, лежали в пакетике, вот, чтобы насыпать, чтобы это вообще естественно смотрелось. Вот, забрала последний. Есть, может быть, еще будут поступления, но я что-то сомневаюсь. 362 рубля стоит вот эта вот прелесть, прелестная. У меня уже есть вот такая зеленая трава. Еще жду такие же белые розы. Две штучки идут, вот, не сегодня, а завтра. В общем, готовлюсь украшать свой дом. Ну, а теперь покажу, как я сделала наличники. С этой стороны стояли наличники пластиковые. Сейчас я вам покажу, какие. А вот эти наличники я сняла вон с той двери, которая будет закладываться. Вот вы видите, что там наличников этих нет. В общем, я позаимствовала наличник еще с другой стороны, чтобы сделать верх. Получилось очень даже неплохо. Это, конечно же, выглядит намного красивее, чем пластик. Пришлось мне выпилить под углом 45 градусов одну сторону. Одна сторона была, а вторую сторону, то есть я вот отмерила, отрезала, сколько мне нужно. Вот здесь вот, конечно, немножко запортачила, но у меня есть замазка для плитки, и она практически вот такого цвета. Цвет называется дуб дымчатый. Вот, так что, видите, сэкономила, поскольку двери будут убираться, и, естественно, будут убираться там наличники в спальне. Вот, сэкономила и своими ручками сделала наличники на кухне. Понадобилось мне вот такое стусло. Это все я привезла со старой квартиры. Когда-то в 2009 году я все это покупала, и терки, и молотки, и шпателя, в общем, все. Вот эта вещь называется стусло, чтобы вырезать под 45 градусов, если вам нужно. Конечно, они есть профессиональные, это, конечно, самое обычное, примитивное. Но получилось все равно хорошо. Вот эти наличники. С этой стороны тоже они пластиковые. Естественно, я здесь их тоже буду менять. Меня не устраивает этот пластик. Это дешево и некрасиво смотрится. И на окнах вот этот пластик я тоже буду убирать. Вот, вы видите, на кухне уже я срезала часть этого пластика. Там оторвала все это дело. Буду искать какие-то наличники. Либо деревянные, либо МДФ. Ну, в общем, что-то буду менять. Но от пластика я буду избавляться. Вот эта оляпистость осталась еще здесь. Но совсем недолго. Съездили мы с Анечкой в фикс прайс. Купила я еще вот такие два ящичка под вина. Но они совершенно другие. И мало того, в попыхах позвонили, что везут плитку. И я не увидела, что вот этот ящик попался прокованный. Видите, вот такой вот косой. Конечно же, завтра сходим, поменяем. Но хочу сказать, вот этот нормальный. А этот вот такой вот косоватенький, я бы так сказала. И купила вот такие красивые чашки. Дорогие, конечно, но Новый год. Хочу сделать небольшие подарки и себе, и Анечке, и Лешеку. Вот такие вот чашечки Мэри Кристос. У Анечки просто вот такая елочка. Она уже с нее пила кофе. Просто для сравнения вам покажу вот этот готовый светильник. Видите, да? И вот этот, который я сегодня купила. Но это две большие разницы. Мне, конечно, больше нравится вот этот. Но такие разобрали. Видимо, наверное, все-таки жители города смотрят мои ролики. Раньше их было очень много там висело. Но как-то сегодня появились какие-то другие, совсем неподходящие. Тоже ящики под вино, но совершенно другие. Что-то более подобное, схожее вот с этим, это только вот этот вариант. Но хоть этот да есть. Ну вот, мои хорошие, на этой ноте я буду заканчивать сегодняшний ролик. Я думаю, что было вам интересно. Я вас всех обнимаю, всех люблю. И до скорых встреч. С вами была Елена Ситникова. Пока-пока.